Погода в этом году самарцев теплом радует. Столбики термометров днем стабильно показывают плюс 10 градусов. Горожане признаются, такая ранняя весна им по душе. Непривычно, да, конечно, пугает немного. Настроение отличное, да. Лучше так, чем хмурое небо. Наоборот радуется, а то это у нас зима по полгода, весна теперь дольше будет на месяц. После аномально теплой зимы погода продолжает сходить с ума и весна настала намного раньше. Синоптики говорят, такого теплого марта в Самаре не было за всю историю наблюдений. Последние данные с примерными показателями фиксировались аж в 36-м году. Аномально теплую погоду зафиксировали в девяти населенных пунктах региона. Температурный режим, который мы сейчас, вот первая десятневка марта закончилась. И температурный режим напоминает нам температуры, которые должны быть в первой декаде апреля. То есть температура идет, температурные показатели идут на месяц раньше обычных сроков. Такое раннее потепление может быть опасно. После волны тепла обычно в марте идет холод. И растения, которые, проснувшись, набирают силу, могут просто погибнуть. Как ранняя весна влияет на цветы и деревья, мы решили выяснить в одной из старейших оранжерей страны. Например, это орхидея. Чувствует себя вполне комфортно и давно цветет. Что можно сказать по поводу других растений, мы решили выяснить у специалистов. В оранжерее Ботанического сада Самарского университета почти тысячи видов растений. Здесь им комфортно круглый год. Специалисты мониторят их состояние и говорят, что растения уже проснулись после зимы. Масина, генеративные почки полопались, начинает скоро она. Еще день-два такого тепла, и она распустит сережки. За ней лещина, там береза, ольха. И все, вот немного падя. Если на следующей неделе похолодание обещают, если будет серьезное похолодание, то, скорее всего, косточковые, все цветочные почки погибнут. И у нас не будет или очень мало будет абрикосов, вишни, сливы. Важно помнить, что вместе с растениями уже проснулись и клещи. Поэтому, отправляясь в лес, стоит быть особенно внимательными. Кстати, не только к себе, но и к природе. Вовремя незатушенный костер или брошенный окурок могут стать причиной пожара. И чтобы не устроить на территории региона маленькую Австралию и не спалить пару гектаров леса и соседнюю деревню, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. То, что касается, например, тачных участков, необходимо также просто внимательно смотреть, что называется, по сторонам. И в случае какой-то угрозы появился дым. Уже увидели огонь. Незамедлительно сообщать об этом в пожарную охрану. Ну и, что называется, всем миром стараться, чтобы этого распространения огня не было. Температурные качели могут стать причиной обострения хронических заболеваний. Медики советуют особенно внимательно относиться к своему здоровью, не переутомляться и не прибегать к экстремальным диетам. Если были планы сбросить вес, были планы начать заниматься спортом, были планы позакаливать, всё отлично. Мы целиком это поддерживаем, вот только не сейчас. Вот это нужно было делать или пораньше, или теперь же летом. Сейчас нужно очень спокойно, полноценно питаться, обязательно разнообразно. Недопустимо никакие редуцированные диеты, с исключением отдельных классов продуктов. Это ещё усугубит самочувствие. И физические нагрузки – это разумная, по сути дела, ходьба. По прогнозам синоптиков, похолодание всё-таки ещё вернётся. С 14-го числа по территории региона пройдёт холодный фронт. Днём столбик термометра опустится до минус трёх. Поэтому тёплые вещи убирать пока рано. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.